Что бы такого приготовить, если бюджет ограничен, а привычные продукты уже достаточно приелись? Ответ знает Сергей Калинин. Он расскажет, как приготовить изысканное, легкое ресторанное блюдо, имея всего 35 гривен и продукты доступные. Да, Сереж? Конечно. Здравствуй, дорогой. Привет. Ты знаешь, задача нам досталась сегодня не из легких. Впрочем, я уверена, что ты справишься, но вот в чем суть. Уже настолько надоели продукты, из которых мы готовим практически каждый день, а очень хочется удивить семью, домашних, родных, гостей, в конце концов. И по этому поводу на наш адрес приходит достаточно много обращений, писем, и на форум, и на электронный адрес. Вот от Татьяны Николаенко из города Черновцы. Зачитаю. Каждый вечер у меня начинается с мысли, чем же завтра накормить своих любимых мужчин? Ведь их у меня аж трое. Муж и два взрослых сына. И все как один, конечно же, любят вкусно поесть. Летом я стараюсь готовить что-то легкое из сезонных продуктов. Питательно и недорого. Но, признаться, овощное рагу, баклажаны с чесноком и жареные кабачки уже самой надоели. Хочется как-то, если не сильно удивить, то хотя бы порадовать семью новым блюдом. Посоветуйте, пожалуйста, как можно разнообразить летнее меню. Такая для тебя задача, Сереж. Друзья же, вы знаете, что у меня всегда есть в запасе пару каких-нибудь идей. Сегодня мы будем готовить мусс, завернутый в кабачки. Кабачок настолько универсальный продукт, что из него можно готовить множество блюд. Шоколадный, вершковый и ягодный мусс – традиционные французские ласища уже давно завоевали сердца европейских гурманов. Окрылены таким успехом, невтомные кулинари решили довести, что легкими и повитренными можно сделать не только десерты, а и сытную страву. Так, несколько десятилет назад появились мясные муссы. С того часа в Франции почти невозможно найти ресторан, где бы не готовили этой вышуканной закуски. Особенно гидную конкуренцию калорийным мясным наїткам складывает курячий мусс. Эта страва имеет не только вытонченный вкус и нежную текстуру, а и очень полезная. Адже курящее мясо нормализует уровень цукра и кровяный тиск, способствует снижению холестерина, а также позитивно влияет на работу нирок. Воно и незаминным в рационе людей с заболеваниями шлунково-кишкового тракта. Та особенно полезный мусс у поединения зелеными овочами, например, кабачками. Вони не лише нормализуют кислотность, а и сприяют швидкому засвоенню мяса в организме. Чтобы скуштовать такое чудо французской кулинарии, не обязательно вирушать до Парижа. Приготовить эту ресторанную страву можно и вдома. А с помощью Сергея Калініна вам доведется докласти минимум усилий. На самом деле сегодня у нас блюдо, которое может смело претендовать название ресторанного. Для того, чтобы вы убедились, что это просто и самое главное, что это недорого, я посетил рынок для того, чтобы купить продуктов для этого блюда. И потратил меньше, чем 34 гривны. То есть 33,50? 33,75, если быть точным. Сегодня я пришел на рынок для того, чтобы приобрести продукты для настоящей ресторанной закуски. Здесь я собираюсь купить куриное филе, сметану, сливочное масло и кабачки. На все это я собираюсь потратить не более 35 гривен. Сначала купим основу для нашего блюда, поскольку она самая дорогая. В нашем случае это будет курица. Здравствуйте. А мне нужно куриное филе, так чтобы не больше полкило. 15-25. Отлично, подходит. Чуть больше 15 гривен. Я считаю, это очень неплохой результат для куриного филе. А нам пора идти за овощами. Я примерно вижу, что вот такой вот кабачок. Вот его я и куплю. Возвесьте, пожалуйста. А сколько будет стоить? Две гривен. О, как раз отлично. Спасибо. Спасибо вам. Ну что, овощи куплены. Осталось купить сливочное масло и сметану. Идем в молочный отдел. О, здрасте. Здрасте. Нужно сметана и масло сливочное. Есть? Пожалуйста, пожалуйста. Пробуйте. Граммов 200 дадите? Обязательно. Отлично. Хорошее. И масло. Желтое, хорошее. Да, да, натурально. Натур продукт. Так, так. И граммов 200 творожка. Творожка не надо. Творожка не надо. Хорошо. Нам нужно просто уложиться в 15 гривен. Получится, да? Экономим. Экономим, конечно. Ну каждый хочет, а экономим. И я хочу экономим. В городе, садись. 15. Лежите. Спасибо, хорошего дня. Я убедилась, что это будет недорого, но мне до сих пор непонятно, как тебе в голову пришла такая оригинальная идея. Понятно, что герой сегодняшнего нашего блюда – это куриная грудка. А героиня – кабачок. Вот так странно получается. Он мужчина – героиня, а на женщина куриная грудка – герой. Ну, у нас часто бывают необычные вещи. Итак, Надя, ты нарезаешь филе кубиками по 3-4 сантиметра, а я займусь кабачками. И параллельно буду рассказывать, что, собственно, произошло с этим блюдом. Ведет оно мою личную историю из Франции, где я гостил у своего бывшего однокашника. Неплохо парень устроился, надо признать. Я сразу же подумала об этом. Франция богата хорошими продуктами, кулинарными традициями. Это блюдо имеет тоже, в общем-то, кулинарные корни. Мне оно очень понравилось. Я его адаптировал для наших условий, потому что все продукты доступны у нас и на рынках, и в магазинах. Мы нарезаем кабачок ленточками, но избегаем самой середины, потому что там уже много семян. При изготовлении блюдо может получиться рыхлым, потому что будут проваливаться вот эти части средние, которых много семян. Мы будем делать рулет, в котором будет внутри куриный мусор. А вот то что, Сереж? А это порошок карри, он нам тоже понадобится, но уже для соуса. Как настоящие французы, мы любое блюдо подаем с соусом. Сначала мы измельчим куриное филе, потом добавим туда яйцо и специи, и взобьем все в равномерную нежную массу. А я пока попрошу тебя взять укроп, нарезать немного для соуса. Благодаря нашей кухонной машине мы справимся с этой задачей за считанные минуты и измельчим куриное филе до нужной консистенции. Однородно и быстро. Я советую не сильно мелко измельчать, чтобы оставались небольшие кусочки, и вы ощущали при еде их такую легкую текстуру. Все равно это будет удивительное блюдо, потому что, согласитесь, не каждый день, а вообще довольно редко, мы готовим мусс из куриного филе. Я сейчас вижу, что в принципе ничего сложного и никаких особых ингредиентов для этого ресторанного фактически блюда нам не понадобится. Отличная идея. Не понадобится. Дело в том, что часто ресторанные блюда действительно очень простые. Вся фишка в том, что правильно подобраны ингредиенты и правильно подобранная технология. Получается хорошее блюдо. Добавляю два белка. Добавляю немного мускатного ореха. Вот тут нужно быть осторожным, поскольку он очень ароматный. Ну вот максимум, я думаю, что вот такое количество стоит положить. Я уже посолил. И осталось добавить такую хорошую с горкой ложку сметаны. Жирненькой? 20%. Все, достаточно. Буквально пару секунд, чтобы все перемешалось хорошо между собой. Вот такая однородная консистенция получилась. И мне очень понравилось, как блестит. Прямо такое, знаешь, как глянцевое. Включаем духовку на 180 градусов. Мне понадобится решетка. Решетку я вытащил специально для того, чтобы мы могли на нее разместить мусс. И она не была горячей. То есть пусть духовка отдельно греется. В принципе, Сереж, у нас получается довольно сытное блюдо. На обед для всей семьи прекрасно подойдет. Абсолютно точно. Один из главных игроков нашего сегодняшнего блюда – это пищевая пленка. Именно в нее мы будем заворачивать рулет, а он же мусс. Мы будем заворачивать для того, чтобы сформировать непосредственно сам рулет, а потом пленку удалим. Вот такие тонкости превращают обычное блюдо в особенное. Потому что, если так скажешь подруге, ты знаешь, у меня сегодня на обед был куриный мусс с кабачками. У меня вот такие будут круглые глаза. Ты что, сдурила так много времени тратить на приготовление обеда? А какой там много? За считанные минуты. И очень немаловажный момент – это как правильно сформировать рулет, а именно мусс из курицы с кабачками. Вот расскажи, какие тонкости тут существуют, чтобы мы ничего не упустили. Кабачки размещаем внахлест. Ну, увидите, что у меня, скажем так, небольшой разнобой. На самом деле это небольшая проблема, поскольку мы заворачиваем сам рулет. И вот почему важно достаточно тонкими пластинами или слайсами нарезать кабачки, для того, чтобы они охотно и послушно скручивались потом в рулет. Пока ты вот так размещаешь кабачки, я приготовлю кофе. Это же займет буквально полминута. Прекрасно, то, что нужно. Нахлест нужен для того, чтобы мусс плотно держался внутри, не вывалился и никуда не стремился убежать, поскольку все-таки он достаточно жидкий. И изначально при приготовлении, пока он не схватился, нужно, чтобы он плотно находился внутри кабачков. Конечно, думая о сезонных овощах, возникает мысль, что и баклажаны можно было бы таким способом использовать. Но, пожалуй, это было бы не так красиво, да? Не так красиво. Все-таки баклажаны более жесткий овощ. Хотя можно попробовать, но вот при баклажанах обязательно нужно будет снять шкурку. И еще один момент, который меня вдохновляет всегда, когда ты готовишь и в этой ситуации, когда из простых продуктов получается изысканное блюдо, что это могут сделать и мужчины на кухне? Ну, в следующий этап мы выкладываем мусс, немного не доходим до краев, чтобы он не вываливался. А еще мне кажется, когда вот из простых продуктов на кухне у себя готовишь необычное блюдо, а потом видишь реакцию своих родных, которые удивлены, обрадованы, это так вдохновляет? И хочется потом еще что-то новое придумать? Дело в том, что моя практика и моя жизнь показывает, что еда действительно один из самых сильных эмоциональных моментов в жизни любого человека. Поэтому, как я люблю говорить, готовьте с нами. Почему именно такое количество заготовки для куриного мусса ты положил? Почему больше нельзя? Во-первых, я положу еще чуть-чуть. Ага. Для того, чтобы нам удобнее было заворачивать, все-таки такое количество нужно положить. Я немного заверну. Так. Ой, как красиво. Сформую. И в данный момент положу еще чуть-чуть. Да ты что? А чтобы у нас все-таки не были, как говорится, пустые кабачки. А, это как бы слоями будет, да? Это такой у нас получается ролл. В принципе, и другое мясо можно было бы использовать. Тоже свинину или говядину, наверное. Или не так нежно получилось. Действительно, мы не ограничены здесь именно курицей. Мы делаем этот рецепт по причине того, что я в таком виде его увидел в оригинале. Ну и потом еще немаловажно. Курица все-таки это самый доступный вид мяса. И плюс самый легкий. Сформировали такой своеобразный рулет. И тут у нас есть непослушные кабачки, Сереж. Ну, самые края можно и обрезать. То есть они уже свою функцию выполнили. Все, что остается, это немного их зафиксировать зубочистками. Края основные непослушные, можно так сказать. Так, чтобы зубочистки было хорошо видно. Мы их потом сразу вымем, наверное, да? Да, конечно. И я принесу решетку. Мы на решетку будем выкладывать? Вот решетку можно застелить кусочком фольги. На решетку будем выкладывать фольгу, а сверху рулетик, да? Да, да. Хорошо. Есть кусочек фольги. Фольгу, естественно, нужно взять качественную. Как выбрать именно такую, которая годится и для запекания тоже? Под воздействием высоких температур не деформируется и не испортит наше блюдо. Мы об этом говорили во время одной из наших прошлых встреч, а вы можете заглянуть на наш сайт и посмотреть в разделе видео. И вот так заботливо фактически, как младенца, выложили на фольгу. Запеленали. Да. А у нас в духовке остался еще один глубокий противень. Мы в него добавляем кипяток. Создаем пар внутри духовки, такой эффект пароконвектомата, что называется. Но мы будем делать его абсолютно простым и доступным способом. Так, открывай духовку. Я налью немного воды. О! Да, видно, что разогрета. Духовка уже разогрета до 180 градусов, поэтому пар начинает образовываться сразу. Противень же там уже горячий. И у нашего блюда получается еще одно преимущество. Мы готовим его на пару. Да, на пару. То есть оно не будет сохнуть, а будет оставаться нежным. Куриный мусс с кабачками отправили в духовку на... 45 минут. И через 45 минут мы увидим, каким необычным получится это блюдо. Для нас с вами время пролетит незаметно. В духовке разогретой до 180 градусов мусс из куриного филе с кабачками готовился 45 минут. Уже не терпится увидеть результат. Будем доставать? Конечно. Ух ты! Как красиво! Прекрасно держит форму! Отлично! Кабачки стали практически прозрачными. Не забывайте, что слайсы мы нарезали довольно тонко, чтобы сохранить форму. Пока рулет немного остынет, а я хочу сказать, что его можно есть как холодным, так и горячим. Он прекрасно будет идти, как холодная закуска. Мы сделаем соус к нему. Опять-таки, соус может быть к этому блюду как холодный, так и горячий. Такой соус делают в Европе. То добавляют португальское крепленое вино, Мадера. О-о-о! Можно добавить взамен Мадеры или Херес, или белый портвейн. Ух ты, как здорово! Да, будет очень ароматно. Но, поверьте, без вина это тоже достаточно хороший, ароматный и очень простой соус. Итак, мы взяли для приготовления соуса практически 200 мл сметаны, без одной столовой ложки, которую отправили заранее в мусс. Сметана 20-процентная, Сережа сказал, что можно использовать сливки, но со сметаной, мне кажется, не менее вкусно и экономнее. Да. А мы сегодня заботимся не только об оригинальности блюда, но еще и о бюджете. И вот я нарезала укроп. Отправлять? Да. Если адаптировать этот соус под нашу традиционную украинскую кухню, так и просится чесночок. Но я уверена, что по вкусу его можно добавить. Итак, у нас готов соус, готов мусс из курицы с кабачками. Нам остается все это попробовать. А я пока напомню, как мы готовили блюдо. Для приготовления куриного мусса с кабачками вам понадобится куриное филе, кабачки, сметана, яйца, зелень. Кабачок очистить и порезать тонкими полосками вдоль. Пищевую пленку расстелить и выложить на нее полоски кабачков внахлёст. Духовку разогреть до 180 градусов. Отделить два яичных белка от желтков. Куриное филе промыть, дать стечь воде, нарезать его кусочками и измельчить с помощью блендера. Затем добавить яичные белки и еще раз все хорошенько перемешать. К куриному фаршу добавить щепотку мускатного ореха, посолить и поперчить по вкусу. Также добавить сметану и всю смесь тщательно взбить в блендере до однородного состояния. Взбитую массу выложить поверх кабачков. С помощью пленки аккуратно свернуть рулетом. Затем на решетку из духовки положить фольгу, а сверху сформированный рулет. Если необходимо, скрепить кабачки с помощью зубочисток. На нижнюю полку духовки поставить емкость с водой, на верхнюю – мусс. Запекать 45 минут при температуре 180 градусов. Для соуса зелень измельчить и перемешать со сметаной. Добавить карри и еще раз тщательно перемешать. Соус подавать вместе с муссом. После выпекания дать муссу немного остыть, а потом можно нарезать порционно. При подаче мусс украсить зеленью. Необыкновенно аппетитно выглядит это блюдо, которое может быть и закуской, и полноценным обедом. Слушай, не терпится попробовать. Угощай уже. Выглядит действительно хорошо. Я тебе уверяю, что и на вкус тоже отлично. Благодарю. Ну, два уже. Ну что, мне не жалко для тебя ничего. Спасибо. И, конечно же, хочется соусом. Видно, какая воздушная консистенция у мусса получилась, да? Ну, да, потому он и называется мусс. Я бы и не догадалась, что это кабачки. Серьезно. Мусс очень нежный. Такая однородная консистенция. Курица приобрела совершенно новый вкус. И не подумаешь, что это обычное куриное филе. Никакого следа обычной сухости. Блюдо получилось легкое. А в то же время чувствуется, что сытное. К обеду будет прекрасно. Легкость – это одно из тех определений, которые приходят сразу в голову, когда пробуешь вот такое блюдо. Привет, Ютуб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал, и будем готовить вместе.